В школе имени Романа Сердюка с сольным концертом выступил ее выпускник и гордость педагогов пианист Илья Зуйко. В семь лет керчанин учился музыке под руководством Ольги Григорьевой. Ольга Владимировна сумела распознать в мальчике талант и не жалела личного времени для его развития, считая, что высококлассного музыканта нужно воспитывать в комплексе, развивать кругозор, вырабатывать усидчивость, правильно ставить руки и даже следить за тем, какую музыку он слушает и какую литературу читает. Перед конкурсами Илья зачастую занимался до полуночи, до идеала отшлифовывая выступление. А конкурсов было предостаточно, но самый первый, а тогда мальчику было всего 7 лет, состоялся в Мариуполе и сразу первая премия. Следующей весной первое место в конкурсе «Юный виртуоз» в Керчи, давший возможность выступить в Симферопольском музыкальном училище и снова блеснуть талантом. Первое место и награда из рук легендарного композитора Алимдара Караманова. Позже был киевский конкурс для школьников «Горовец. Дебют», где Илья так сыграл на галоконцерте интерпретацию Бетховена, что педагоги еще долго вспоминали талантливого музыканта из Керчи. Я была на стольном концерте из лучших в Киеве, когда он выступал в большом зале консерватории, киевской консерватории на площадной заложности. Там висел огромный транспарант, его величество рояль назывался этот цикл. Там он исполнял пять сонат Бетховена. Какие сонаты он сыграл? Восьмую, четырнадцатую, двадцать третью, двадцать восьмую. Очень трудная соната. И вот тридцать вторую, которую он исполнял сегодня. Выдающийся музыкант окончил спецшколу для одаренных детей имени Лысенко и в настоящее время является студентом Киевской национальной консерватории имени Чайковского. Учит его профессор Анатолий Гудько. В Керчи Илья продемонстрировал свой блестящий талант исполнителя. Два часа концерта зрители, среди которых были профессиональные музыканты, слушали как заколдованные игру киевского студента. Педагоги отметили, что уровень исполнительского мастерства Ильи Зуйко можно назвать мировым.